Здарова, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хэлплей, и сегодня мы с вами начинаем новую игру на нашем канале под названием Шерлок Холмс. Преступление и наказание. В этой игре, дорогие друзья, мы будем расследовать реальные дела, убийства, ну как реальные, в смысле, в игре, то есть, реальные дела какие-то в игре, в убийство там. Будем их расследовать, связывать улики, искать эти улики, допрашивать свидетелей, составлять автопортреты, в общем-то, будем детективы и заниматься тем, чем занимаются детективы обычно. Надеюсь, вам понравится, потому что данная игра, как нельзя кстати, подходит под тихий уютный вечер, для того, чтобы посмотреть столь захватывающее приключение и самому подумать, кто виновен, как убили и почему убили. Поэтому, мне кажется, вам должно понравиться, я обожаю такие игры, вы это знаете, и я рад, что она вышла, я рад, что мы на неё добрались, наконец-то, и начнём её играть. И перед тем, как мы продолжим, давайте на счёт три выпьем за ваше здоровье и здоровье ваших близких. На счёт три выпьем, конечно же, безалкогольного напитка, ну или слабоалкогольного, но не нажирайтесь. На счёт три. Раз, два, три. Соборочаем, дорогие друзья. У меня почти пустая, к сожалению. Окей. Ну, а мы с вами, давайте, начнём новая игра. Frog Wars представляет. Варис или как это? Шерек Холмс. Преступление и наказание. Доктор Джон Уатсон. Инспектор Гэл Эстрей. Миссис Худсон. Короче, так сказать, актёров нам перечисляют, которые будут в этом сериале не повысить этого слова, в котором будем главными персонажами, которым будем управлять. А я наслышан об этой игре, говорят, что тут прям реально прям расследуешь и посмотрим, как этот дедуктивный значок появляется при каждой новой улике. Нам дали подсказку, так как игру нам дала. Игра нам дала. Мы читаем. Что такое? Что за... Холмс! Холмс! Так, стоп. Очень плохо слышно то, что говорят. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. А я всё... Вот так вот где-то. Если что, я себе потише сделаю, чтобы просто слышали. Так, ну и не знаю, давайте фон где-то на 65. Вот такой точный такой настройка, видали? Так. Так. Софа, укрыться. Ага, вот так вот тут это работает. Прикольно. Холмс, прекратите! Блин, очень странно, почему совсем не слышно диалогов. Я сделал на максимум, и они всё равно очень тихие. Ну, ясно. Давайте за стол теперь. Холмс развлекается, господи, ну и псих. Вы сумасшедший! Прекратите, Холмс! Это вы, Ватсон? Да, конечно, это я! И вы меня чуть не убили! Чепуха. Я целился в вазы. Завязанными глазами, вы... Ватсон, помолчите, пожалуйста, я пытаюсь сосредоточиться. Уверенные шаги. Звяканье наручников. Полицейский. Девятая ступенька не скрипнула. Инспектор Лестрейд. А, Лестрейд. Что на этот раз? Он меня видит? Что ж, есть кое-что, мистер Холмс, и это хорошая новость. Джентльмен по имени Питер Керри, также известный как Черный Питер, был убит. Во всей видимости, моряк. Что же случилось? О, мистер Холмс, как же вы? Это все, чем я занят на этой неделе. Благодарный клиент из Лимон, или из Лимонжа, утром прислал мне коллекцию у вас, не смог придумать ему лучшего применения. Вы сошли с ума! Я не попал в 4 из 10. Учитывая, что вы были со связными глазами, это очень хорошо. Могу я попробовать? Я единственный нормальный здесь. Полагаю, Уатсон прав, инспектор. Небольшая разминка для ума сейчас предпочтительнее. Расскажите нам о Питере Керри. Питер Керри родился в 1845 году, ему 50, амбициозный, добился больших успехов в охоте, на тюлении и китов в Скандинавии. Ушел в отставку в 1884 году, сколотив небольшое застояние. Он вложил свои деньги в местечко Вудманс-Ли, возле Форест-Роу, в Суссексе. Там он прожил 6 лет, и там его вчера нашли мертвым. Расследование уже началось? Да и нет. В общем, преступление столь загадочное, что я бы предпочел, чтобы вы присоединились. Дайте мне полчаса на сбор, инспектор. Хорошо, и присоединяйтесь ко мне там. Я сначала заеду в Скотланд-Ярд. Веселые молодцы опять оживились. И что же они сделали на этот раз? Окрабили пороховой склад. Встретимся в Вудманс-Ли, мистер Холмс. Я должен помочь миссис Хадсон. И у меня есть дела на день. На день. Тогда я поеду один. Вот такое начало, загадочное убийство. Нажмите там, чтобы открыть журнал и узнать, как идет расследование, задание, улики и так далее. Итак, задание. Раскруйте убийство Питера Керри. Изучите место преступления в Вудманс-Ли. Выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединяйтесь к настроению Вудманс-Ли. Блин, это самое прикольное, одеться. Так, инспектор. Ла-ла-ла. Так, а тут что? Бекки Стрит в Вудманс-Ли. Понятно. Карта. Улики уже. Сведения о жертве. Питер Керри также известен как Черный Питер. Родился в 1932 году. 50 лет добился выдающихся... Короче, понятно. Крутой, амбициозный пацан, который добился успеха в жизни. То есть, пришел к нему, если можно так сказать. Так, посмотрите, лабораторный стол. Лабораторный стол. Он нужен мне для работы. Все же меня дико беспокоит столь... Столь... Я не знаю, столь тихий диалог персонажей. Я не знаю, давайте сделаем вот так, просто ради интереса. Из-за этого будет слышно лучше их намного. Ну-ка. Нет, все равно очень тихо, друзья. Поэтому в игре так сделано, причем так звучит оригинальная речь. И я ничего с этим поделать не могу. Очень жаль. Боты. Лабораторные боты. Так, продолжить. Окей. А мы можем поговорить с ним? Смотрите, это боксерская груша. Опа, посмотреть. О-о-о-о. Какая цыпа. Вы только посмотрите. Это кто говорит? А, это Уадсон говорит. Отбратись к дому Питера Керри. Мы с Миссис Хадсон уберем этот беспорядок. Ладно, спасибо. Хорошо, что у меня есть такие классные друзья. Карта Лондона и окрестностей. Она нам пригодится. Так, давайте поговорим с ней. О, какой беспорядок! Какой ужасный беспорядок! Да, и вправду я тут немного, ну, пострелял, типа. Мой архив. Я всегда могу дать в нем нужную информацию. Мой архив. Так, тоже мой архив. Так, а это что? Здесь я храню свою почту. И у нас только одно письмо. Видимо, нам не совсем пишут. Нас не очень любят. Ну, еще. Учитывая, как мы любим пострелять. И по вазам нам, собственно говоря, благодарные клиенты шлют подарки, а мы их уничтожаем. Так, окей, стоп. Гардероб. Гардероб. Так, бежать. О, мы можем бегать? Нет. Почему-то мы не можем тут одеться. Это что, дверь открыть? А это? Дверь в комнату Ватсона. А ну-ка, давай, Ватсон, найдем твою порнушку. Маленький ты засранец. Можно ли дать комментарии какие-то на этот счет? Видимо, нет. Так, а это? Ну-ка. Ага, использовать. Не знаю, что это. А, ух ты. Господи, прически и шляпы. Посмотрите. Давайте сделаем что-нибудь такое. Так, стоп. Вот у нас такое. Лысый. Нет, лысым не будем. Отвратительно. Зализанный назад. О, шляпа. Это неплохо. Вот. Сейчас, сейчас. Нет, это не то. Это не то. Давайте, давайте сделаем классического Шерлока. Вот где? Вот она, охотничья. Очки. Нет, мы без очков. Усы и борода. Ха-ха-ха. О, боже. Так. Нет. 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 Это ужасно. Нет. Боже, что это такое? Нет, это как пижон. Нет. Есть чекина какая-то такая, просто немного. Типа, мы, типа, как бы... Да нет, это пиздец. Ясно. Тогда, видимо, не... Я... Нет, тут все какие-то волосы си отстойные. Я не хочу. Короче, к гардеробу. Так, выберем, причем сегодня пойдем. В халате. Нет, в халате в море... Моряк. Нет. Кстати говоря, насчет моряка. Он моряк, и возможно, нам надо одеться как моряку. Тогда мы сможем напиздить кому-нибудь там. Ведь все равно, как мы выглядим в следственной группе, так сказать, да? Там другим чувакам. Они знают, кто мы. Бандит. Фермер. Видимо, это что-то значит. Оденемся как моряк. Выбор элементы грима или костюмы сейчас недоступны. Будут заменены на стандартные. Раскройте это преступление, чтобы разблокировать больше вариантов маскировки. А, все-таки это маскировка. Ясно. Понятно. То есть... Ого. То есть я был прав. Я и везде изначально подумал, потому что это правильно. Изначально правильно это начал использовать. Вот. Окей. Кстати, как тут сохраняться? Ясно. Тут автосохранение. Хорошо. Мы оделись с вами. Давайте посмотрим. Угу. Выберите из своего гардиопа. Зачем костюм посидите. Ну да. Понятно. Изучите место. Ну все. Пойдемте. Я думаю, пора. Пора идти на место преступления. Вперед. Вудмансли. Поехали. Открыть журнал расследований. А, видите, пока мы едем, мы можем с вами, так сказать, подумать о... О бликах и так далее. Портреты персонажей? А, ну да. Тоже можно делать автопортреты этим. Так, хорошо. Продолжить. Мистер Холмс! Ясно! Сюда! А, присоединиться к... Так, выполнено. Понятно. А, одеться? Да, это изучить место преступления. Хорошо. Давай пойдем к тебе. Ты просишь, чтобы... Так, стоп. Смотрите, что здесь. Сад. Сад выглядит весьма ухоженным. Ммм. За садом и полями хорошо ухаживать. Здесь работает умелый садовник. Да. Это я молодец. Видите, сразу обнаружил. Глаз. Ястребинский алмаз. Я не знаю, просто так придумал. Так, давайте, давайте еще немножко походим. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сюда можем войти? Нет. Не можем войти сюда. Хорошо. Давайте поговорим. Инспектор Лестрид, когда вы уберете тело моего мужа, это кощунственно, оставлять его здесь. Как только мы сможем, миссис Керри, уверяю вас. Разрешите представить вам Шерлока Холмса, он детектив. Несомненно, вы слышали о нем. Я подожду вас возле хижины, мистер Холмс. Мои соболезнования, миссис Керри. Благодарю вас, мистер Холмс. Так, ага, а вот и... Так, а это что? Это портрет, я это помню. Ну-ка, давайте. Что это такое? Так, а назад, да, вперед. А, и мы будем даже найти что-то примечательное в ней. Ага, вот это, например, Камея. Так. А, крест. Католические четки. Перчатки. Садовые. Она работает в саду? Хохлатая синица. Что еще? Скворечник. Мадам, не могли бы вы вспомнить, видели или слышали вы что-либо необычное в ночь убийства? В два часа ночи я услышала ужасный крик, но ничего не заподозрила. Он мог кричать всю ночь, когда напивался. Ммм, муж пил. А не надоело ли тебе это? Не могли бы вы рассказать, что происходило вечером до убийства? Что ж, Питер пил весь вечер. Он был в ужасном состоянии. Обычно, что бы ни происходило, он на всю ночь оставался в хижине и пил. Вы не помните, в котором часу обнаружили тело мужа? Утром, около семи. Я заметила, что дверь хижина открыта. Но не стала заходить, поскольку знала, что мужу это бы не понравилось. Около десяти я осмелилась заглянуть внутрь и... О, мой. Ясно, я обнаружила. Ваш муж принимал гостей? О, нет, не думаю. Я имею в виду, что у него было не особо много друзей. Мы жили довольно уединенно после его увольнения. Ну, а она садовник. Сад довольно велик и ухожен. Вы кого-то наняли присматривать за ним? Вы правы. Здесь много работы, но мой муж ухаживал за ним сам. О, это муж. Вы понесли тяжелую утрату, миссис Керри. Тем не менее, я уверен, что вы сможете оправиться. Да. Да, жизнь с Питером никогда не была простой, но он оставался моим мужем. Он был другим, не так ли? Когда вы познакомились после возвращения из Плимута? Да, мистер Холмс. Ну, боже мой, как вы об этом узнали? Элементарно, Ватсон. Кью. Откуда вы узнали о Плимуте? Э-э... Возможно, он совершал туда паломничество? Очень ухоженный сад явно не говорит ничего о Плимуте. В молодости вы совершили паломничество в собор Синтьяго де Компостела, что заметно по четкам в ваших руках. Кратчайший путь для паломников из Англии в Испанию лежит через Плимут. Я полагаю, там вы встретили молодого моряка Питера, Керри, и вскоре вышли за него замуж. Так в точности и произошло, мистер Холмс. Это потрясающе. Я знаю, детка, то есть миссис Керри. Окей. Так, издалека, если возле старых сын... Понятно. Женщина, которой пришлось нелегко из-за несчастливого замужества за Питером. Ой, она очень религиозная, католичка, в молодости совершила паломничество? Ясно. Навряд ли она убийца, она религиозная, а следовательно, это ее немножко отобегает. Ну, то есть, знаете, иногда часто жене может надоесть муж. Ну, в общем, вы знаете, как это бывает. Все еще подсвечен таб. Что такое? Так. Так, ну. То есть, ее муж выглядит вот так, да? Ну. Мистер Холмс? Мистер Холмс? Мистер Холмс? Окей. Кто мог совершить? Кто такое мог совершить? Мой бедный муж. Окей. Так, не ссыте, миссис, как там вас? Миссис, миссис Керри. Мы обязательно вас вылечим. В смысле, мы обязательно, ну, как бы, найдем преступников, так сказать. Так. Я же великий Холмс. Так, а, да, сад мы уже, сад мы уже, дорогие друзья, тан-тан-тан, изучили. Что ж, пока все выглядит очень даже прикольно. Тело Питера Керри внутри хижины. Мы специально ни к чему не прикасались. Ага, мы сейчас пойдем тело изучим. Так, Т, что такое? Сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили. Вау, это... Господи, это прикольно. А че ты... А... Мощеная дорожка. Земля вокруг дорожки. Следы. Смотрите, след. Эти следы кажутся довольно большими. На земле Вудманс Ли есть чьи-то следы. Их мог оставить убийца. Возможно, мне стоит найти пару ботинок, которые совпадут с ними. Интересно. Очень здорово. Пока мне все очень нравится, друзья. Я думаю, вам тоже. И прям классно все, по-моему. Так, требуется улика. Следы. Понятно, нам нужно найти ботинки, да, я так понимаю? Давайте проверим ботинки нашей жертвы. Хорошо, давайте войдем. Открыть дверь. Блядь, у меня, знаете, такие соседи, ебаные... Дверь заперта. Подождите минутку, мистер Холмс, и я открою. Я заперю ее вчера, чтобы никто не смог проникнуть внутрь и изменить обстановку. Э-э-э, это мудро. Ой-ой-ой. Что там, Лестрейт? Похоже, кто-то пытался взломать замок, мистер Холмс. Дайте взглянуть. Я говорю, так к чему? У меня соседи вверху живут. У них собака, и она вот сейчас, например, лаяла. Ну, как бы, это пиздос, блядь. Сковородос. А у меня сейчас время, там, часа два ночи, по-моему. Так, давайте... Дверь. Дверной замок. А, вот, можно еще вот в этих, видите, вот в режиме вот этого осмотреть. Дверной замок. Царапины, да. Кто-то пытался взломать, ну, понятными, как это называется, отмычкой. Это свежие царапины. Хотя странно так взломать, отмычки нелепо. Ой, правая, кто-то пытался открыть дверь. Клянусь, этих царапин вчера не было. Наш таинственный посетитель побывал здесь вчера ночью. Но он професс... Но он не профессионал, этот замок не особо сложный. Вероятно, у него не было подходящего инструмента. Хм. Кто-то пытался взломать дверь. Давайте войдем и посмотрим на место преступления. О-о-о-о-о. Я... Какая ужасная смерть. Я очень рад, что здесь это показали довольно-таки откровенно Ну, как бы, видите, с кровищей и так далее Это очень здорово Так, сначала изучим улики, которые мы видим и так Потом применим наше зрение, супер Данди И куда? Хаммерфест Это карта китобоя Угу Зубка шелота, вероятно, добыт Питером Кэрри Полка Подозрительно пустое место След пыли На этом участке пыли меньше, чем на остальной полке Тут, значит, что стояло Что-то взяли отсюда, оно было больше книги Возможно, коробка или шкатулка Угу Интересно Так, погодите, а тут? Угу Очень круто Прям интересно, знаете, вот Обожаю такие игры Так, спросить На полке Кэрри остался след от пыли Как будто что-то с нее недавно взяли Возможно, коробку или небольшую шкатулку Спросить надо Хорошо, мы обязательно спросим Так, что еще? Судовые журналы Морского единорога За 1878 по 1884 годы Питер Кэрри был Были его капитаном Так, сейчас он договорит Так Ага На полке служил Понятно Так А, вот откуда взяли, да? Гарпуны Для охоты на китов Ничего нет? Нет Так, сапожки Ботинки Битер Кэрри 41 размер Не такие большие Я бы даже сказал Маленькие Старые приборы Для навигации Ничего интересного Нет, я хочу посмотреть Под пристальным взглядом Так, окей Потом мы сравним ботинки С теми следами Посмотрим Принадлежат ли они Нашему Мистеру Кэрри Морской единорог Этим кораблем Командовал Питер Кэрри Ничего Так Стол Тот не применяется Поворачивайте объект Чтобы осмотреть его И найти новые детали Вау Это тоже круто Открыть Этот запах мне знаком Но чтобы определить его Мне нужно собрать Мои ассоциации В целую картину Опа, так А Так Так, я понял Так, это только Вверх и вниз Делается Так Хорошо И Так Это только Так и так Спейс пропустить Что значит пропустить Вы действительно хотите А, нет Пропустить этот этап Сборки Нет Ну, кстати говоря Круто, что они добавили Что можно его пропустить Не совсем понятно Тянуть Крутить Так, погодите Так, давайте Видимо надо как-то Поставить так Видимо Вот так вот Выбрать так Кораблик Чтобы он Соединился Что ли Типа того Где нет Ой, друзья Извините Так Что такое Так, я не совсем Понимаю Что Что тут надо С ним сделать Блять Эти я не могу Штуки двигать Это могу только так И вверх-вниз Не могу Это не могу Влево-вправо Но зато могу Вверх Этот Окей Погодите Надо просто Понять Ага Вот Вот Ага Вот Как-то Так Ну Как тебе О, собралось Да, это крупный табак Весьма крепкий И популярный У моряков Интересно Получилось Грубо выжженные Инициалы ПК Работа Моряка Питер Керри Да Два грязных Стакана То есть Как правило Он пил С кем-то Кто-то пил Из этого Стакана Или Или он просто По очереди Из них Пил Я не знаю Ну типа Лень Было Ром Напиток Моряка По-видимому Капитан Керри Наслаждался Выпивкой Перед смертью Так Спросить Табачники Киси Теренку Был найден На столе Питера Найти Применение Да И спросить Так Хорошо Что помечают Очень здорово Так А это Что такое Виде Какая Медалька Прикольная Или что Какой Такой Значок Ну Что Давайте Приступим К луже Крови Блокнот D.D.H.R. Вероятный Инициал Владельца Записной Книжки Так Ничего Отпечаток Крови Указывает Что Записной Книжки Не было На полу До Преступления Но Ее Уронили В луже Крови После Смерти Питера Керри Интересно Что это Аббревиатуры Аббревиатуры Что-то Означают Но что Нож Что такое Б Что это значит Б Я могу Б применить Погодите Б Что это даст Найдите Пару Связанных Улик И Получите Дедуктивный Вывод Красный Цвет Означает Погодите Пока Выйду Стоп Так Сначала Давайте Немножечко Это Деревянная Ручка Гладкая Твердая Это Кровь Из лужи Натекшей Под трупом Питер Керри Пытался Защититься Этим Ножом Но Безуспешно Лицо Одежда Питер Керри Питер Керри Был полностью Одет То есть Его не застали Врасплох Возможно Он знал Убийцу Фотографии На стене Кстати Гарпун Насквозь Протнул Тело Для этого Нужна Невероятная Сила Этому Человеку За 50 Но он Выглядит Достаточно Сильным Да Я с тобой Согласен Шерлок Он действительно Выглядит Достаточно Сильным Питер Керри Был приколот К стене Китовым Гарпуном Гарпуном Блять Так Плюс 1 Нам показали Видимо еще Одного Тап изучить Будем Если Выполнено Пока не будем Делать вывод Предлагаю Друзья Еще Немножечко Походить Ну я к тому Что Давайте Ботиночки Применим Маловаты Эти ботинки Не эти ботинки Оставили следы Да Тут размер 43 44 Может быть Даже Да Так Окей Пойдемте Поговорим Может быть Добудем Новые Завязочки Ну-ка Это табачник Кисет Или кисет Вашего мужа Не уверена Возможно Но он не курил Уже очень давно Личные бумаги Вашего мужа Вам известно Где они Была маленькая Жестяная коробка Но Больше книги Он хранил бумаги В ней Она должна стоять Где-то в хижине Ее больше нет Спасибо Мадам Все Осталось Расскрыть убийство Итак Записать мне Так Теперь надо понять F1 помощь Погодите Что это значит Я Может быть Нам заново Ребят Я имею ввиду Я сейчас хочу Получить помощь Не который нам Подскажет Что соединить А в смысле Напомнит Что сделать надо А вот Найдите пару связанных Улик и получите Дедуктивный вывод Красный цвет Обозначает Противоречие Противоречие В их сочетании А Я понял Попытки взлома Дидс Керри Скала Что ее муж Сам занимался Садом Это неправдоподобно Должно быть Она Что-то скрывает Питер Керри Не курил Питер Керри Не курил Питер Керри Давно бросил курить Но он Мог оставить кисет Вместо тем Его жена Ни разу не видела Его И будет Собходить в хижину Был Попытки взлома Пропавшая корова В смысле Как это Ну разве это не связано Что они Вернее Замести следы Блять Погодите Нет садовника Нет Я не Я хотел отменить Как А Все Я это Правой кнопкой Думал Отменят Короче говоря А он выбрал Оказывается А так С чем Что мы Мы должны Выбить С чем Что соединилось Записная книжка В кожаном переплете За дыха На есть следы Крови Которая указывает Что она упала На натекшую кровь После убийства Нет садовни Пропавшая коробка Да Почему Почему он соеден С попыткой взлома Блять Отменить выбор Что за бред Погодите Улики Еще раз Итак А Где Нет садовника Да почему Попытки взлома Выбрал А Или он Или я еще не выбрал Он типа Сразу мне показывает Что Нет садовника Типа Фигово С попыткой взлома Просто я сюда не выбирал Так Отменить Стоп Так Питер Кернинг Прибит Записная Окей Погодите Влики Выйти Инфо Некоторые факты Можно интерпретировать Двояко Вот Вы всегда можете Изменить картину Происшествия Выбрать Другой детективный Вывод А Вы еще не сделали Детективный Вывод А То есть Я понял Так Питер Кернинг Не курил Хорошо А Здесь нет Ничего такого Так Стоп Прибит Синя Иначе Гарпун К стене Тело Питера Словно Кернинг Словно бабочку Пропавшая Коробка Питер Керри Запретил Притрагиваться К ней Попавшая Коробка Попытки Взлома Было предпринято Несколько неудачных Попыток Взлома Судя по Царапинам На замке Джулис Керри Сказала Что ее муж Сам занимался Но это Непродоподобно Звездная Книжка Нет Я не знаю Попытки Взлома А Записная Книжка Попытка Взлома Нарисуйте На картинке Пошли Стоит Другими Выводы Выслим Виновника Так что Нужно Своить Засаду Сегодня И посмотреть Немного Попытка Взлома Окей Кто-то Вчера Был Здесь Он попытался Взломать Дверь Чтобы Проникнуть Внутрь Организовать Засаду Расскорьте Убийство Питера Керри Регистуйте Засаду С Лестрейдом Таинственный Узломщик Может вернуться Ночью Вполне Вероятно Окей Так Где он Лестрейд Вон там Он стоит Так Что тут Было Только что Кстати говоря Давайте Посмотрим А Нет Мы наверное Все изучили Потому что Нам сказали Типа Что Полностью Изучили Все Давай поговорим С тобой Итак Мистер Холмс Что вы думаете Думаю Нам повезло И почему же Из-за вчерашних попыток Взлома Не понял Вполне возможно Что он ожидал Увидеть дверь Открытой Он попытался Вскрыть замок Ножом Но безуспешно Что он сделает Вернется сегодня Подготовившись Получше Ага И что вы предлагаете Спрятаться Снаружи У окна Чтобы получше Взглядеть На нашего взломщика Что ж Джентльмены Готовьте пистолеты Впереди Долгая ночь Так Нужно Подавать Хорошее место Для засады Возможно За хижиной Керри Возле окна А То есть нам прям Стоп Стоп Смотрите Тут можно что-то Посмотреть еще Окно Окно заперто Изнутри Я не вижу никаких следов Узлома Это выглядит Как превосходное Убежище Хорошо Если это превосходное Убежище Хорошо Давайте узнаем Кто же убийца Мы что вдвоем В засаде В засаде Доверяка Должны быть И другие Ребята Вы слышали А вот и наш Садовник Спасибо Там кто-то есть Я собираюсь Схватить его Я буду рядом Полиция Держите его Ну А все Схватили уже Какие оперативные менты Ладно, приятель Кто ты и что ты здесь делаешь Вы детективы, верно? Вы думаете, что я связан Со смертью Питера Керри Уверяю вас Я не виновен Не виновен? Тогда что ты забыл В его хижине? Рассказать тебе? Ты явился забрать то Что потерял после убийства Питера Керри Но мы тебя Но мы тебя уже ждали Как тебя зовут? Джон Хопли Неллиган Но я Я не Ты отрицаешь, что приходил сюда вчера Нет, но я Да, но я не смог Я устал Отправляемся в Ярд Завтра я дам тебе под суд Что? Но вы не можете Я не Это ужасная ошибка Довольно Тебе все Ты все объяснишь в суду И отправишься Со мной в Ярд Но В свете последних событий Ваше преступление здесь Было необязательным Но все же Я вам очень благодарен Мистер Холмс Ой, присутствие преступления Присутствие здесь необязательное Всегда пожалуйста Инспектор Но прошу Не будьте столь суровы С этим юношей Я бы хотел пообщаться С ним завтра утром Вот так вот Да, но он Он Блять, он не похож На сильного чувака Который в состоянии Противостоять тому парню Раскройте убийство Питера Керри Мы еще не раскрыли Смотрите Так Допросить подозреваемого Ох, допрос сейчас будет Прикольно Что, что, что Осмотреть вещи Джона Хопли Неллигана Осмотреть вещи Допросить подозреваемого Скотал в Ярд Раскройте убийство Питера Окей, так А где его вещи Кто-нибудь подскажет Ты мне подскажешь Доброе утро, мистер Холмс Могу я помочь Доброе утро, констабель Я бы хотел поговорить С тем парнем Которого арестовали Будмундсли Прошлые ночи А, молодой человек Он ждет в комнате Для запросов Вы можете пойти Прямиком туда Его вещи сложены В комнате для улик Благодарю Хорошо, в комнате для улик Нет проблем Где комната для улик Тут комната для улик Дитер Холмс Так, окей Комната для улик Комната для улик Так, окей Комната для улик Вот это похоже на Комната для улик Так Ага Это вещи подозреваемого Записная книжка Найденная на полу Хижины Питера Кэрри Аббревиатуры Что-то означают Ну что Всевластише Кольцо Моему другу И партнеру 1883 От Р. Даусона Даусон Я видел его имя раньше Возможно Мой архив Подскажет ответ На палатке На палатке Снимцалы ДХМ Карманный нож Им попытались открыть дверь В каюту Питера Кэрри Да простите Подозреваемого Скотт Лагерди Джона Хопли Погодите А мы можем сейчас Отправиться К нам В этот Вот Спросить И в архиве Можно найти И спросить Пойдемте Поедемте Спросим в архив Нам надо на Бейкер Стрит Пороемся Немножко В наших архивах Перед тем Как с ним болтать Чтобы обладать Более Такой Расширенной информацией Что вы апеллируете С ним в разговоре Так Давайте в архив Угу Гравировка на кольце Солидное золотое кольцо С гравировкой От Эрдаусона Моему другу И партнеру 1883 Год Химия Яды и токсины Раны и травм Криминалистика Охуеть Единоборство Знаки и символы Боже Пиздец Исследование Так это не анализ Кроме технику Выпаривания Ядовитые металлы В осах Нет Происхождение Волокон Это яды и токсины Раны и травм Криминалистика Единоборство Знаки и символы Божественный синдикат Религиозный символ Череп и кости Лондонская Садовое оборудование Посох Блять Босох А где просто Там сверить Ну типа Кто такой Эрдаусен Нажим Узнать Просто Кто такой Эрдаусен Пулевые ранения Смена Яд Благодаря Ценит Ртуть Химия Техника Погодите Блять Сцену Ваш прогресс Не будет сохранено Выйти Нет Стоп Погоди А то есть Нам по любому Надо что-то сделать Гравировка на кольце Хорошо Давайте Техника Выпаривания Точно не она Предскажите Волокон Хлор Ядовитые металлы В волосах Ядовитые металлы В волосах Окей Смена Блеголова Яд Беладона Цианит Ртуть Мышьяк Пулевые ранения Ссадиные выпивы Резаные ран Травмы головы Травмы Ага Антромометрия Новые методы Снятия отпечатков пальцев Сохранение следов Лабораторные методы Окей Хорошо Хорошо Точно Знаки и символы Хорошо Что тогда нужно Чувак Просто Не надо понять Твою логику Я понимаю Что А стоп Вот же Блять Точно Я еще думаю Че бред какой-то Вот Газету Это уже другое Дело о банкротстве Вот Банкротство Инвестиционного Фонда Дауссона И Нельгана Нельган бежал Инвестиционный Фонд Дауссона И Нельгана Региональный Банк Корнуэлла Корнуэлла Объявил о банкротстве В результате Серьезных потерь По кредитному Портфелю И готовиться К ликвидации Это было 23-е повеличение Банк в Англии И его банкротство Второе по масштабам В истории Закрытие банка Стало катастрофой Для многих Корнуэльских Семей Джошуа Нельган Один из владельцев Вскоре таинственно Исчез В последний раз Его видели На яхте Готовящейся К отправке В Норвегу Нельган Разыскивается Полицией И кредиторами Вот так-то Теперь я понимаю Историю Этого молодого Человека Но мне все же Не ясно Что связывает Его С убийством Нужно спросить Вы что До сих пор Убираетесь Ребят Так Да Это мы уже знаем Хорошо Что у нас улики Да Пойдем с ним Поехали В Скотланд-Ярд Поехали Будем сейчас Допрашивать парня Интересно Как ты здесь Выполнил допрос Так Побежали Побежали Допрашивать Побежали Допрашивать Где он Он наверняка Где-нибудь Нет Навряд ли Он держит там Закрыто Может быть тут Да Да Вот Наверное Это он Нет Это не он Слишком старый А Вот он Да Так Давайте сначала Составим Твой портрет Мой друг Потертая Кепка Так Все Надо Вперед Вот так Вот Заплатка Он Он Небогат Дорогая Ткань Кто-то Подарил Либо Один раз Приобрел Теперь Носит его Постоянно Искусно Сделанные Пуговицы Короткие Рукава Он Его Украл Он Ему Не Подходит Либо Был Подарен В детстве Хотя что Навряд ли Мозоли Он Работает И грязь Шрамы Вполне Возможно Он Садовник Тонкая Шея Хм Я Слышал Историю Даунсона Нейнеригали Банкиров Запада Страны Да Джошуа Нейнериган Был моим отцом Боюсь он плохо кончил Когда банк обанкротился Это разорило половину семьи В Корнуэлле Тогда Джошуа Нейнериган Исчез На моего отца Оказывалось огромное давление Даунсон отошел от дел Мне было всего 10 Но я до сих пор помню То чувство стыда Что испытывала моя семья Мой отец был уверен Что сможет расплатиться По всем долгам Если кредиторы дадут ему время На своей яхте он отплыл В Хаммерфест В Норвегию За несколько дней до выписки ордера на арест Он оставил моей маме список того, что взял Больше мы не слышали о нем ни слова Мы думали, его яхта пошла к одну Вместе со всеми и всем Что было на борту Спасибо за вашу историю, мистер Нейнериган По крайней мере, мы продвинулись Это ваша записная книжка? Да, но... Где вы ее взяли? Я не знал, я... Я думал, что потерял ее в отеле Что означают эти аббревиатуры? О нет Я умоляю вас Я не могу Если я скажу, все станет еще хуже Но я все равно узнаю, мистер Нейнериган Возле тела мистера Кэрри лежал морской нож Скажите, мистер Нейнериган Мистер Кэрри пытался им защититься или атаковать вас? Я не знаю Я никого не убивал Полиция обнаружила у вас это ценное кольцо Чье оно? Я ни у кого его не воровал Оно всегда было моим Оно всегда... Я его никогда не воровал Оно всегда было моим Солидное кольцо с гравировкой Я отрадался на моему другу и партнеру Ну, блять Другую партнеру Естественно, гравировка говорит о том Что он не мог быть его партнером 10 лет, блять Нейнериган 19 лет всего лишь О, боже Гравировку на кольце сделали много лет назад Вы тогда были ребенком И вряд ли занимали должность, предполагающая наличие партнера Итак, мистер Нейнериган Кто истинный владелец кольца? Кольцо мое Блять, ты тупой нахуй То есть Я не по... Тебе еще раз сказать про гравировку? Или... Вот сейчас не могу немножко понять игру Он говорит, кольцо мое Ну, то есть То есть мы же ему сказали Давайте еще раз попробуем Просто... А Выберите правильно А, я понял То есть это он все равно Я понял, настаивает Я просто немножко не понял Я у него Окей Будем знать Кольцо мое Пиджак отца Нет, мистер Нейнериган Я думаю, кольцо принадлежало вашему отцу О, но... Как вы узнали? Пиджак, который вы носите из дорогой ткани Которую только состоятельный человек мог себе позволить Вы не кажетесь мне богатым человеком, мистер Нейнериган Кроме того, он плохо на вас сидит Вполне очевидно, что он принадлежал кому-то еще Вероятнее всего, вашему отцу Когда ваш отец сбежал и прихватил с собой семейные ценности Вы, будучи мальчишкой, взялись за ручной труд Вероятно, зачистку рыбы Вы часто резали себе Руки Что видно по шраму У меня нет слов, мистер Холмс Все именно так, как вы и сказали Естественно, господи Жгине Любопытно Джошуа Нейнериган и Питер Кэрри вдвоем Плыли в Норвегию Определенная есть связь между Питером Кэрри И исчезновением Джошуа Нейнеригана Джон Нейнериган не похож на обычного воришку Такова его роль в этом Хорошо, друзья, вот здесь мы, наверное, и закончим А, стоп, мы можем, кстати говоря, попробовать Сделать вывод какой-то Смотрите Окей Так, друзья, вот здесь мы и закончим Надеюсь, вам понравилось Ставьте лайки, комментируйте Подписывайтесь на канал Добрый день, друзьяшки И вступайте в группу ВКонтакте И в группу в Стиме Игра просто офигенная Здесь просто сделано все супер Мне очень нравится Я обожаю такие игры И она прям вау-вау Я надеюсь, вам интересно смотреть ее Будучи там за чашечкой чая Бутербродиками Где-нибудь вечерком в уютном, теплой кроватке Там кресле, стулья Не знаю, чем Короче, все очень здорово Все очень круто И всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok